Здравствуйте, дорогие друзья! 16 августа, сегодня вторник, на часах в Якутске 19.08. Прямой эфир «Арена событий» программы для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. В прямом эфире мы принимаем ваши звонки по телефону 35 33 10. Этот телефон вы видите на своих экранах. Мы рады общению с вами. Сегодня у нас в гостях министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Вера Кузакова. Вера Алексеевна, добрый вечер, спасибо, что пришли. В своем невозможно плотном графике я знаю, о чем говорю. Вера Алексеевна, давайте позвольте вас поздравить сначала с позавчерашним праздником, Днем Строителя. 14 августа он отмечался. А вообще 80 лет исполняется градостроительному комплексу Республики. И вот давайте в связи с этим первый вопрос. Не так давно я делал несколько программ, посвященных строительству, и говорил там о том, что строительная отрасль вообще вполне может стать, по-достоевскому буквально, ключами экономической будущности. Так ли это? Совершенно верно. Все-таки строительный комплекс занимается возведением зданий и сооружений. Это и для промышленности, для развития горной промышленности, и в сфере образования. Без нас мы никак не сможем обойтись. И во всех сферах. Сфера культуры, здравоохранения, спорт и так далее. Поэтому без строительного комплекса никуда. Совершенно, да. И, соответственно, тянет он за собой. Дело в том, что строители занимаются и возведением линейных объектов, и дорожное строительство, и железной дороги, и так далее. Конечно. Вера Алексеевна, с чем подходим? С какими основными показателями отрасли к этой дате 80-летия? За первое полугодие 2016 года объем работ, выполненных по виду деятельности строительства, составляет 44 миллиарда рублей. Объем инвестиций за этот же период составляет более 100 миллиардов рублей. Это значительные цифры. Значительные. Согласно государственного заказа, объемы мы выполняем. За первое полугодие объем выпуска цемента у нас выполнен на 107%. И 189 тысяч тонн мы выполнили. По выпуску конструкции и деталей сборных железобетонных изделий мы тоже выполнили план. И на сегодняшний день составляет 68 тысяч кубических метров. Объем по выпуску стеновых камней тоже выполнен план. В общем, объемы выполнены. В течении, да. Выполняются. Выполняются объемы, выполняются. Выполняются также планы и намеченные по вводу жилья за первое полугодие 2016 года. К этому подойдем еще. Вера Александровна, а скажите, какие задачи Вы, как министр, ставите перед отраслью в ближайшее время, на ближайшее будущее? Для строительного комплекса, конечно, есть ряд, много задач. Во-первых, и вести градостроительную политику, поскольку сегодня градостроительный кодекс требует жестких рамок соблюдения законодательства. Это генеральные планы, проекты планировки территории, правила застройки землепользования и так далее. Поэтому здесь мы уделяем очень много внимания градостроительной политике. Также отраслью мы занимаемся очень много жилищной политики, но и внедряем типовые проекты, качество строительства и так далее. Поэтому для внедрения новых технологий без этого никуда, потому что для строительного комплекса стоит задача – это снижение стоимости квадратного метра. Без внедрения новых технологий мы не сможем выполнить эти задачи. Понятно. Вера Алексеевна, правильно ли я скажу, что строительная отрасль – одна из тех отраслей, которая ощутила в период сложной экономической ситуации, будем говорить, наибольшее сжатие рынка? Наряду с другими перевозками и прочее. Очень непросто сейчас строительным организациям, знаю, поскольку общался с ними и разговаривал, какая поддержка оказывается со стороны государства? Со стороны государства мы в первую очередь предусмотрели это ипотеку с государственной поддержкой. Со стороны государства мы отрабатываем вопросы – это ликвидация административных барьеров для того, чтобы могли бы малый и средний бизнес участвовать на рынке более достойно и занимать свою нишу. Вот в этом вопросе мы отрабатываем. Ипотека помогает опосредованно, то есть гражданин, получая деньги, соответственно, вкладывает их, стимулирует таким образом строительство. Совершенно верно. Дело в том, что ипотека как раз и развивает строительную отрасль. Дело в том, что за вот этой ипотекой и квадратными метрами стоят еще стройиндустрии. Это способствует изготовлению строительных материалов, изделий. Конечно. Это отделочные материалы и так далее. Это и стальные конструкции. Поэтому за этим очень много стоит предприятий и отрасль. Хорошо. Подробнее поговорим и о переселении из ветхого и аварийного жилья, и о комплексной застройке, и о многом другом. После рекламы она пройдет быстро. Две минуты. Арена событий вновь в эфире. И я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Вера Алексеевна Кузакова. Вера Алексеевна, продолжим. Вот с какого... какой вопрос хочу задать. Какие госпрограммы в сфере жилищного строительства на сегодня действуют и сколько в этом году граждан улучшат свои жилищные условия за счет господдержки? Или давайте разобьем за счет господдержки и за счет каких-то других вещей. Что касается государственных программ, у нас одна государственная программа это обеспечение качественным жильем, которое выбирает несколько подпрограмм. Там есть у нас программа и индивидуальное жилищное строительство, это обеспечение жильем молодые семьи, многодетные семьи, это инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечение жильем и так далее. Сюда же программа входит и переселение. И вот следующая программа, конечно, не соответствует нашему министерству, а программа министерства образования, это обеспечиваем жильем для детей-сирот. То есть у нас, можно сказать, две программы. Это же обязательная программа, она, по-моему, всегда действует для детей-сирот. Для детей-сирот, да. Но она не входит в наше государственное обеспечение качественным жильем, она в другой программе. А если говорить о прогнозах по количеству граждан? По количеству граждан, которые могут улучшить свои жилищные условия. Значит, вот если говорить о 2016 году, то по всем нашим подпрограммам, то 1245 граждан улучшат свои жилищные условия. Сюда надо отнести и 716, это дети-сироты, ветераны великолепной войны, 4 граждан, многодетные семьи, 66, ну и так далее. А мы считаем граждан или семьи? Ну, граждан. Дело в том, что это семья, конечно, говорить. Если говорим мы, то если и говорим о молодой семье, то это семья. Если говорим о граждане инвалиды, то это граждане. Ветераны, то это гражданин, конечно. Что касается всех других подпрограмм, в том числе и ипотеки, то по нашим прогнозам, в 2016 году должны улучшить жилищные условия 4800 граждан. 4800 человек. Достойно. Это по республике, уточню. Давайте подробнее остановимся на программе переселения из аварийного жилфонда. Как выглядит республика по отношению с другими субъектами федерации, регионами в реализации данной программы? И, может быть, скажете, с чем связаны даже неоднократные визиты Константина Цицына в республику? Ну, республика у нас выглядит и характеризуется очень большим количеством аварийного жилищного фонда. Мы на фоне всех субъектов Российской Федерации находимся на втором месте. Первый у нас Иркутская область по количеству аварийного жилищного фонда, которые вошли в действующую сегодня программу. Но климат не последнюю роль в этом играет. Климат не последнюю роль. Но здесь надо отмечать о том, что в 60-е и 70-е годы, когда шло освоение Севера, мы в основном строили быстровзводимые, были и деревянные дома, которые имеют срок службы от 40 до 50 лет. Этот срок уже выработан практически. Поэтому и это закономерно. Итак, на втором месте. Как выполняется программа? Программа пополняется у нас на сегодняшний день к 50%. Мы выполнили программу. Конечно, осталось очень мало времени, и мы прекрасно это понимаем. А давайте напомним, когда заканчивается срок действия. Программа у нас завершается 1 сентября 2017 года. Объем очень большой, но, тем не менее, перед нами поставлена задача этот срок, и переноситься он не будет. Поэтому и связан визит руководства фонда содействия реформирования, поскольку объем очень большой. Есть вопросы, в том числе и по дефициту средств, которые необходимы для реализации программы. Поэтому все эти вопросы были рассмотрены. Вот обычно он посещает Жатай, насколько я понимаю. Чем знаменит? Привлекательный, да, и знаменитый. Ну, у нас Жатай привлекательный. Очень интересует, конечно, и фонд, и все наши субъекты. Интересует тем, что мы в Жатай строим энергоэффективные дома. Не только по своему конструктиву, но и инженерное обеспечение. Такое соответствует, которое приносит экономию средств на выплату коммунальных услуг. Вера Александровна, а можно говорить о том, что это удачный опыт? Это очень удачный, потому что мы можем этим гордиться, поскольку не все субъекты Российской Федерации строят именно энергоэффективные дома. Понятно. Министерство будет усиливать контроль над исполнителями в реализации этой программы по переселению. Как это будет происходить? Конечно, мы будем усиливать контроль за муниципальным образованием, поскольку основным исполнителем этой программы является муниципальное образование. Это глава муниципальных поселений, глава муниципальных районов и так далее. Мы работаем уже плотно с главами, с муниципальным образованием, проводим селекторные совещания и так далее. Будем создавать межведомственную комиссию с участием фонда содействия реформирования для того, чтобы контролировать каждые возможности и чтобы не сорвать все-таки эту программу. Вера Александровна, не могу не задать вопрос. Вот заканчивается 1 сентября 2017 года. Мы можем что-либо прогнозировать, что дальше? Какое-то дальнейшее развитие событий? Ну, дальнейшее событие, конечно, мы сегодня уже можем говорить, поскольку еще в 2015 году Министерство строительства Российской Федерации и фонд содействия реформирования были поставлены задачей перед субъектами вести реестр аварийных жилых домов, признанные таковыми после 1 января 2012 года. Уже после 1 января, да. Совершенно верно. Поэтому муниципальные образования в этом направлении работают, но уже и есть у нас итог. В таком реестре уже находится достаточное количество жилых домов. И я хочу назвать, что 655 тысяч квадратных метров признаны аварийным жилым фондом. Для меня это колоссальная цифра. Это большая, поскольку, если мы будем говорить, 490 тысяч квадратных метров, которые мы реализуем по действующей программе, и эта действующая программа растянута на 5 лет. Поэтому здесь уже надо говорить о 655 тысяч квадратных метров. На меня интересует... Да, вот цифра прозвучала. Действительно, такая серьезная цифра. Меня интересует подоплека вопроса была такая, что не остановится государство на исполнении этой программы к 1 сентября 2017 года. Скорее всего, будет какое-то продолжение. Это будет продолжение. Дело в том, что на федеральном уровне рассматривается закон. И есть такой проект закона о переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Этот закон должен быть принят. Поэтому реализация... Если будет принят закон, то будем, конечно, реализовывать. Я думаю, что очень многие зрители наши и как раз обладатели вот этих квадратных метров будут с нетерпением ждать этого закона, конечно же. Продолжим, Вера Алексеевна. Вы сказали, что необходимо... Вы будете обращать внимание на работу местных властей и в части территориального планирования. На что стоит обратить внимание главам в первую очередь? И как министерство будет помогать в организации данной работы? Республика большая, небольших поселков много? Как? Муниципальное образование, конечно... То есть на что им обратить внимание особое? Муниципальное образование, в первую очередь, обратить на подрядные организации, на выбор подрядных организаций. Поскольку строительство осуществляют именно застройщики, заказчики, которые обладают земельными участками и будут строить новое жилье. Здесь мы не исключаем о том, что будем реализовывать эту программу через приобретение жилых квартир, жилых помещений на вторичном рынке. И это уже не исключаем. Поэтому муниципальные образования должны отработать все моменты. Поскольку если есть вторичный рынок и он свободный, то необходимо его тоже развивать. Не только новое строительство. Любая отрасль, на мой взгляд, испытывает одинаковую проблему с кадрами. Согласитесь? Совершенно верно. Кадры решают все. И у нас в данном случае есть дефицит. Не только инженерный состав, но и очень много проблем возникает. И качество строительства страдает. Из-за низкой квалификации рабочих профессий. А вот давайте о качестве поговорим. Глава республики в своем поздравлении позавчерашним. В его поздравлении звучали такие слова, что не только, конечно, на количество надо обращать внимание, но и на качество строительства. Вопрос качества он что, обострился в какое-то последнее время? Или это постоянный вопрос? Вопрос обострился, поскольку именно сегодня обостряется этот вопрос, поскольку с 2005 года, когда вступил городостроительный кодекс, он отменил прохождение экспертизы, проектной документации, позже жилью, которое меньше трех этажей. То есть жилые дома, которые возводили до трех этажей, они в проектной документации не проходили экспертизы и, соответственно, не были поднадзорны государственному строительному надзору. И вот здесь очень многие застройщики пользовались этими моментами и как раз занимались строительством малоэтажки, малоэтажным строительством. И вот именно эти объекты и имеют очень низкое качество строительства. Поэтому проблема очень острая сегодня стоит. У нас есть дома в республике, которые... А в рамках программы переселения есть такая проблема? Да, совершенно верно, есть, поскольку программа у нас делилась по переселению, как по развитию малоэтажного строительства. Это было даже направление такое. Ну и хочу сказать, что малоэтажное строительство у нас практически во всех населенных пунктах у нас именно малоэтажное строительство внедряется. Потому что четыре этажа, пять этажей требуют лифт и так далее. Не во всех муниципальных образованиях, населенных пунктах есть такие услуги. Вера Александровна, спасибо вам за встречу. Мы прощаемся. Всего вам доброго. С вами была Арина Событий.